Привет всем, привет всем! С вами Лига Мюзик Варс и сегодня у вас не радостный нос, сегодня моя физиономия. В общем, сегодня у нас новостной выпуск, как обычно, на хайпах. Разбираем, что у нас происходит. Быстро пройдемся по тому, что мне ответила техподдержка. Быстро пройдемся, ребята, по новостям Муз Варза. И, соответственно, заглянем ко мне на канал и будем дальше в комментариях, соответственно, решать, что же будем делать. Ну и, конечно, ко всему интересному после заставки. Ну а сейчас давайте пойдем к первой новости, к первой новости, которая у нас есть. Это, наконец-то, я дождался ответа, ребята, от техподдержки. Ну, точнее, не от техподдержки, а от самого гейммастера. Гейммастер проекта, соответственно, ответил, разобрав и указав мне на мои ошибки. Это Василий. Его я уже, честно сказать, давно знаю, потому что я часто вижу его в ответах на письмах у многих игроков, которые мне жалуются на определенную несправедливость, там, еще что-то. В общем, не первый раз. Я вижу, молодец, хорошо работает. И вот, нарушение пункта 3.14. То есть, это размещение ссылок, не принадлежащих проекту, соответственно, Music Wars. Ну, тут я готов поспорить, конечно, потому что мой канал посвящен чисто проекту Music Wars. На нем вообще другого ничего нету. Но не спорить с гейммастером я не буду. Это стопроцентный вариант. И, соответственно, второе. Это пункт 10. Получается, нарушение, видите, запрещенные любые мошеннические действия, а или попытки, прямо или косвенно, связаны с игровыми предметами и ресурсами. То есть, хотя я ничего как бы не продавал, ничего, но, однако, вы почитаете вот внизу, я способствовал, видите, распространению среди своих зрителей на приобретение данного программного обеспечения, что является как раз мошенничеством и косвенно связано с игровыми ресурсами. Заметьте, косвенно связано. Ну, ничего, все, ребята, это все нормально. Я просто хотел предупредить, пожалуйста, у кого есть ссылки в описании, кто из моих подписчиков вставлял ссылки на мой канал, удалите, пожалуйста, ссылки, а то и вы можете лишиться своего персонажа, так же, как и я. Теперь хочу попросить зрителей, пожалуйста, ребят, не пишите в техподдержку, не старайтесь вернуть мой персонаж, не надо. Я в свободе, с дикий ветром наравне, я в свободе, наяву, а не на сне. Давайте лучше, ну, как бы, получается, подкинем идею с гейммастером, тому же самую, вообще техподдержки, вообще проекту к такому. Это, допустим, возвращение старых игроков, ну, то есть, получается, после какого-то времени. То есть, я считаю, что да, действительно, я нарушил правила, спорить я не буду, то есть, хорошо, как бы, считают так, пусть считают. Я считаю, что надо запустить именно программу Амнистии. То есть, в следующем, в 2019 году, в 2020 году, не знаю, сколько проект держится, запустить именно программу Амнистии для блокированных игроков. Потому что многие игроки, кто бросили играть, вообще, еще на год уже и так далее, каналы, я знаю, ребята на Ютубе бросили играть тоже именно из-за этого. То есть, вот, ну, как бы, вот такие вот ситуации произошли, и Амнистия бы, как бы, ну, это, это нововведение. Ну, я на форуме попробую потом еще тему поднять, но, скорее всего, это также в пустую воду все, так что сильно напрягаться по этому поводу не будем. Это новость номер один. Новость номер два. Давайте разбирать дальше. Ребята, игровые ресурсы перекрыли. Теперь дарение подарков от одного персонажа к другому просто запрещено. То есть, эта мера была приведена в связи с участившимися случаями передачи подарков от одного персонажа к другому в виде коммерческой деятельности. Почему вообще развилась такая коммерческая деятельность? Ну, как бы, все, чтобы были, чтобы понимали, подарки стоят дорого. Один рубин должен стоить, один рубль, и вы... Не будет никаких проблем, ребята, у вас. Кто захотел месячный план, пожалуйста, купили себе месячный план, зарабатывайте по 10 рубинов. Кто захотел себе сразу 300 рубинов купить, ну, пожалуйста, переплатил он там 50 рублей, вот, грубо говоря, 50. Ну, никак, ребята, не 200 рублей сверху. То есть, это как раз уровень, ребята, жадности самого проекта породил вот эту прослойку, именно прослойку, ребята, этих торговцев. Раз, два, три, четыре, пять. Жадность это плохо. Жадность это плохо. Жадность, я бы сказала, очень плохо. Да-да-да-да. Из-за них перекрыли, получается, подарки. В свое время, в 2015, по-моему, году, да, в 2015 году, произошел первый уровень, потому что многие из топовых уровней раскачивали себе персонажей и дарили себе подарки за звезды. Потом это все перекрыли и стали дарить за рубины. Но нужно было привлечение новых денежных средств, получается, в игровую индустрию и придумали месячный план. Месячный план позволил, то есть, накапливать рубины и покупать подарки намного дешевле. Что как раз и породило, ребят, эту прослойку. Что же теперь будет? Ну, ребят, я не знаю. У меня тоже большая очень проблема, как раз именно с этим характером. Допустим, нельзя ли определенным персонажам выдать возможность дарения подарков, а другим персонажам убрать? То есть, вот такая вот система была. Ну, это тоже своеобразно, но очень бы хотелось это знать. Те же самые ребята, которые занимались, а получается, перепродажей тех же самых подарков, ребят, они очень много денег приносили в этот проект. То есть, допустим, один торговец мог ввести до 10-15 мультов различных аккаунтов, и каждый из этих аккаунтов по 200 рублей вкидал. Сейчас, получается, вот начиная с января месяца, многие посмотрят именно в этом проекте, что те, которые торговцы торгуют, вот этой, получается, вещью, они приносили большое количество денег. И это, ну, увидят, будет очень ощутимо, поверьте, как финансово, финансово прямо вот возьмется вот так вот, и вниз, короче, планочка упадет. Ну, это мы еще, как говорит, бабка надвое сказала. Ну, в общем, вот такая примерная новость. Ну, она очень серьезная, ребята, прямо. Возможно, что после Нового Года откроют. Типа, на Новый Год, ну, вот как бы на Новый Год нельзя. А вот, ну, допустим, на День Святого Валентина можно. Самое обидное, ребята, это новость номер три. Самое обидное то, что у меня есть, получается, сейчас, ну, каналы, те, которые... Мы осуществляли какие-то конкурсы, мы осуществляли какие-то раздачи, что-то было. Теперь, получается, сам канал на Ютубе вам ничего не может принести, кроме, понимаете, да, кроме одной информации. То есть больше ничего он не дает. Мы раньше организовывали действительно конкурсы, что-то делали. Теперь, если что-то надо делать, вот такого образца, то надо выходить на администрацию, чтобы она одобрила вот это вот. Вот, и не знаю я. Не останется, если лазеек, или не останется такой ситуации, что, возможно, там каким-то из персонажей разблочат возможность дарения подарков именно для финансирования вот таких конкурсов, то будет просто прекрасно. Но я думаю, что не будет. Ребята, работ поступило, ну, не так много, конечно, но работы есть хорошие. Мне, вот честно, вот эта работа нравится. То есть, вообще, вот эти вот работы, если честно, я собирал себе на оформление лейбла, ребят. То есть, соответственно, я бы ее потом подоформил, переделал, и она бы появилась у меня на канале прямо вверху в описании. Я специально для этого собирал именно вот эти вот надписи. Ну, то есть, я их для себя собирал. И сейчас я, ну, ничего нету. У меня самое смешное, что у меня на аккаунте вроде даже и рубины были куплены. На эти подарки. И тоже, и аккаунта нету, и подарков нету. Как-то все странно. В Новый год и такая ситуация, что прям просто игроков, ну, вообще просто кидают. Даже, даже не знаю, что сказать. Какое-то неэмоциональное, имею в виду это. Ну, и, соответственно, работы здесь, ребята. Доктор, Новый год. Тут очень странно почему-то, очень мало работы. Я, конечно, ждал, что здесь, наоборот, больше будет. Я думал, меня на санях катать буду с Дед Морозом, буду под елкой валяться где-нибудь. А что-то нет у меня. Я только вот свою работу выложил, где я среди девушек тут. Это так, что я подумал, что сложного. Ладно, в общем, вот у меня получается. Не знаю, я конкурс посмотрю. Последний срок 29-го числа. Если ничего не изменится, то есть, ребята, я конкурс просто прикрою. Потому что ничего я, ну, сделать не могу. И, соответственно, дать что-то вам просто тоже не могу. Вот как бы, как бы примерно так. Уже обсуждали со среди ютубов эта ситуация. Очень неприятная. Очень-очень неприятная. Потому что много групп в самом контакте делает конкурсы на подарки. И тут такая подстава. Что сказать? Неприятная подстава, скажем. Ну и последняя новость. Это касается моего канала на ютубе. Я одновременно 25-го числа получил 2 страйка. Прямо 2 сразу одновременно получил. Что дало толчок к тому, чтобы канал заблокировать не только на стримы, но и на загрузку видео. Если бы к сегодняшнему числу не сняли запрет, ребят, вы бы не увидели видео про Новый год. Я его подготовил, все, я пришел, его хотел загрузить. Но, к сожалению, мне выдало вот такую ситуацию. И все, я вообще был просто в шоке. Я шел домой, у меня не было никакого настроения вообще даже не то, что разговаривать. Причем самое интересное, если вы посмотрите видео оба от 25-го числа и оба заблокированы. Была вот такая ситуация у меня среди видео. Но, как вы поняли, что одно видео сегодня вернулось. Оно вернулось вместе с новостным выпуском, который я сделал. Это новые каналы Music Wars, читы на рубины. В общем, вернулось видео. Оно попало, видимо, по ошибке. Либо его посмотрели администраторы. Ну, в общем, все хорошо. По крайней мере, остались только стримы. Ну, стримы я вести пока не могу. Если второе видео, то есть не уйдет. Из радостных новостей, ребят, спасибо большое, что подписываетесь на мой канал. Я просто шедеврально, буквально недавно было 1970, уже почти к двум подхожу. Прям супер. Ну, и теперь эффекты, короче, мне двигаться тоже нету из-за той же второй новости, ребят. Вообще не представляю, что делать. Эта новость вообще перебила полностью все. А тем более не забывайте, что 28 числа будет перезагрузка сервера. И, скорее всего, будет что-то перебалансироваться. То есть такая очень интересная ситуация. На текущий момент у меня до сих пор находится видео вот одно в блоке. Оно как бы, заявку я на него отправил, но находится рассмотрение. Мне ничего не отвечают, ребята. Пока, в общем, я жду. Возможно, тоже ошибочное видео. Ну, возможно, скажут, что два видео одновременно. Давай-ка мы все-таки человеку оставим предупреждение. Пусть до 25 марта помучается. Ну, в общем, ждем. Может, в новом году меня все-таки снимут с этих всяких предупреждений. Но это не значит, что я не могла, ребят, выкладывать вам новые видосики. Новые видосики. И да, и прям супер, ребят. Большое спасибо за лайки. Ребята, 102 лайка. Просто шедеврально. Просто суперски. Никогда такого не было. Большое вам спасибо. Это показывает о том, что я работаю не зря. Это действительно прям для меня была такая, знаете, новость, когда я смотрел там 80 лайков, а потом там смотрю дальше, оно все идет, и там все больше и больше. Я так, вау! А сейчас уже к тому времени, когда я писал, уже перевалило за сотню. Спасибо, ребята, за лайки. Спасибо. Ну и, как вы понимаете, предупреждение вот у меня висит. Соответственно, прямые трансляции у меня отключены, как я и говорил, с этим предупреждением. То есть, пока я не знаю, что делать. Давайте вернемся на основной проект и подведем наши итоги. Итак, ребята, по первой новости, еще раз говорю, пожалуйста, ребят, не пишите в техподдержку, не пытайтесь вернуть мой персонаж. Если есть возможность, попробуйте разговаривать именно о программе Амнистии на 2019 год. То есть, чтобы, получается, вернуть игроков, которые в свое время были забанены или ушли из игры. То есть, вот такая ситуация. То есть, они играли действительно там в течение двух лет, допустим, получается. И если такая программа появится, я обязательно ее озвучу. И, возможно, что какие-то игроки обратно вернутся со своими персонажами. То есть, да, они будут там с определенным слежением, но они вернутся. Второе. Вторая новость, которая у нас прошла. Дарение подарков отключено. Все, ребят, все конкурсные группы, все выключается, соответственно, вообще просто шедеврально. Ну и третье, ребята, ждем ответа от техподдержки Google, что все нормально, все супер. И мы, соответственно, будем вести стримы. Если же нет, то, ребят, меня не будет до 25 марта. Я буду делать обзорные видео, буду делать какие-нибудь смешные видео. У меня, кстати, идеи еще есть. Буду ждать ваших видео, которые будут появляться у меня на канале периодически, потому что это все-таки лига Music Wars. Это не докторишка, это лига Music Wars. И будем мы именно так и двигаться. То есть, если у вас есть шедевральное видео, пожалуйста, ребят, связывайтесь со мной в ВКонтакте. Ссылочка внизу в описании. И там же мы, соответственно, будем разговаривать. Спасибо всем, кто смотрел. Ребята, подписывайтесь на канал. Канал все равно я делаю для вас, потому что от меня толку уже вообще никакого нет. Ну, хотя я очень хорошо научился монтировать видео, ребят. Так что, если кто-то будет снимать свадьбу, зовите меня для монтажа. Ну, все, давайте. Счастливо, счастливо, ребят. Давайте до нового видео. Новое видео тоже прикольное будет. Я уже его тоже подготовил. До новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok